Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Тут по российскому телевидению выступил некий генерал-майор, которого в народе лучше знают как Лапти Аладдина, и заявил, что в Курской Народной Республике ничего эдакого не происходит. Все в норме, идет боевая работа, ничего не произошло, все хорошо, вообще не стоит волноваться, и все настолько замечательно, что даже не стоит того, чтобы об этом говорить. Ну, я не дословно передаю его слова, но смысл я передал вот этих слов абсолютно идеально и точно. То есть, чтобы вы, это я сейчас россиянам, чтобы вы понимали, что захват больше тысячи километров квадратных в вашей территории и нахождение чужих войск на якобы вашей территории, это ничего страшного, это текущий момент, подумаешь и все остальное. Я к чему? А где же все ваши вот эти красные линии? Помните? Если американцы передадут технику, там, я не знаю, передадут, сначала вы говорили, танки, все, красная линия, еще танки передадут. Нет, даже не танки, БМП. БМП передают Украине красная линия, мы такое, эскалация будет, страшная эскалация. Ну, передали еще, сглотнули, дальше поехали. Танки, то же самое, страшная линия, страшная, не, уже коричневая линия, потому что, да, у Димона красная закончилась, да, Димон там пошел уже алкогномить дальше, да, он уже справился со всей Финляндией в мире, перешел там на что-то другое, на более крепкие вещи, значит, танки тоже, артиллерию тоже дали. Все, красные линии кругом, все стали коричневыми, ничего страшного, да, а как оказалось, ваши красные линии, это фуфло. Дальше потом, значит, вот, если вы только надумаете стрельнуть по Крыму, мы тут, мы такое сделаем, что все просто, весь мир будет дрожать, даже в Папуаново и Гвинею узнают, что такое красная линия. Ты дышь, ты дышь, разнесли все нахрен. Крымский мост два раза упал, сейчас третий раз упадет скоро. Ну, не суть. Где красная линия? А, исчезла, фигня. Вот если вы, если вы нанесете удары по территории Российской Федерации, по коренной, видите, они понимают разницу, Крым это не Российская Федерация, а вот если вы нанесете по территории Российской Федерации удары, тут мы уже, мы такое сделаем, да вообще, мы, мы просто сгноимся. Ты дышь, на, лусь, получай. Красные линии такие, лусь опять коричневая, потом уже переходящая в желтые, да, короче, полный позор. Ну, все, все, если вот захватят хотя бы квадратный сантиметр территории России, тут они опять прекрасно понимают, что Запорожская область, Крым, да, Донецкая, Луганская, это все, это не про Россию, да, вот Курская. Вот если хоть сантиметр захватит, ну, тогда все, тогда порвем всех, ну, просто как тузик две с половиной грелки. Ну, на, получи еще в дыню. Нормально, ничего, красные линии. Я к чему, смотрите, весь мир на это дело смотрит. Уже все, 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 все поняли, да. И, да, еще один такой вот момент, знаете, показывающий чисто уркаганской характер российского государства. Посмотрите, вот сейчас там четыре этих ИГИЛовца несчастных захватили эту трудовую колонию, или как она там называется, ИК-19 в Волгограде, да. Значит, что было, когда, я сейчас напомню вам, да, вкратце, что было, когда Украина зашла в Курскую Народную Республику? Что сделал Путин? Сбежал. Сбежал в Азербайджан. Ну, срочно надо было, срочно провести переговоры, понимаете, в тот самый момент, когда там украинские танки топчут святую, пропахшую, значит, вонючими портянками российскую землю. Путин, который должен был быть на фронте, смылся в Азербайджан проводить, заметьте, не в Великобританию, где там что-то решительно, действительно можно было порешать какие-то там глобальные вопросы, а в Азербайджан, где можно там порешать, ну, какие-то глобальные моменты там, ну, не глобальные, а местные моменты, ну, которые, скажем так, подождали бы и месяц, и два, и полгода тоже подождали бы, ну, ничего не произошло бы. А оттуда он едет срочно целовать Коран, значит, к Кадырову, и смотреть, как Адам Кадыров стреляет сразу из двух золотых пулеметов. Ну, это нужно было действительно тоже посмотреть абсолютно именно в этот момент, да, вот когда вот, когда сапог супостата, помни, как Жириновский сказал, да, а я вот когда-то сказал, это был 98-й год, говорит, солдаты НАТО будут говорить, говорит, стоять под Курском и Белгородом, блин, откуда он знал? И откуда он знал, что Украина в НАТО будет? У меня просто нет слов. Да, и в этот момент, значит, зато ваш Путя находится у Кадырова, значит, активно наполняет чемоданчики, наполняет чемоданчики, хорошим качественным стулом, вот теми как раз коричневыми линиями, да, стул хороший был, вот, и смотрит, как Адам Кадыров замечательно стреляет из двух золотых пулеметов. А зачем ему дали золотые пулеметы, я так, честно говоря, и не понял. Вот, ну, это, видимо, какое-то такое вот извращенное понятие о героизме, да, вот, а Курская, Кемская волость, да забираем, ну, нахрен она мне нужна, да. И тут вот другая вот ситуация, вот с этой вот исправительно-трудовой колонией, которую, значит, захватили вот эти вот злобные игиловцы, тут Путин, значит, такой уже сидит, засобирает, значит, этот совет кукольной безопасности, и ты такой, ты такой грозный, прям весь такой Путин щечки надувает, часы с ручки снимает, правда, ручки вот так вот у него шалят, вы вот это видели, да, заметили, что пальчики у него там дрожали очень сильно, как-то он просто весь бедный изнервничался по этому поводу, вот, и вот это его, видно, что его задело, когда вот этих Вертухаев зацепили, Вертухаев там сделали с ними нехорошо, значит, что-то в этой колонии, бедный Путин весь просто, и вот, как обычные россияне, там Курская, это Кемская власть, это Курдская народная республика, и кто-то эти курды, мне не нужны, да, вообще начхать, никакой реакции, поеду в Азербайджан, да, за этими, за абрикосами, вот, а значит, тут этот Вертухаев зацепили, бедник, и все, и его трясет, у него ручки это самое, мордочка у него вот такой вот дергается, значит, ну, просто кошмар какой-то, ужас, вот, ну, и в результате они героически, моментально, через там час уже пошли на штурм этой колонии, освободили Вертухаев, понимаете разницу, да, а Курская народная, да, блин, пошли, ну, вот это вот о приоритетах, о том, что такое Ваша Россия, о том, что такое Ваши красные линии, да, еще раз говорю, на это смотрит сейчас весь мир, опустили Вас просто ниже некуда.